Всем привет! С вами Дмитрий Тишанский. Друзья, в этом видео хочу вам дать пошаговую инструкцию, как вы можете подключать по 10-15 партнеров в первую линию в вашем бизнесе в неделю. Хочу обратить ваше внимание, что это не какие-то взятые с неба знания, а это именно то, что я лично применял, когда занимался сетевым бизнесом. То есть я хочу с вами поделиться своим опытом. У меня опыт в сетевом бизнесе 2,5 года, и когда я состоял в последнем своем сетевом проекте строим новую структуру, я выполнял именно вот эти действия. Другие партнеры проекта занимались спамом, кто-то названивал своим друзьям, кто-то заваливал бесплатные доски объявлений рекламой, а я просто выполнял несколько простых шагов, и это приносило мне в среднем 1-2 партнеров в день. И с полного нуля, вот обращаю внимание, действительно с полного нуля, за 3 месяца я вышел в этом проекте на доход в 90 тысяч рублей чистыми. Поэтому я вам рекомендую все это дело записать и далее применить в вашем бизнесе. Все, что я вам буду в этом видео рассказывать, потому что эта система на 100% рабочая. Также я вам еще хотел бы сделать акцент на том, что я очень много обучаюсь как у ведущих специалистов на русскоязычном пространстве, в том числе и в сфере сетевого бизнеса, так и за рубежом. И у большинства система обучения выстроена так, что, друзья, создайте продающий сайт, соберите свою email-базу, наймите специалиста по трафику и запустите какую-то воронку продаж. И у вас будет строиться сетевой бизнес, вы будете подключать туда партнеров. Да, я с этим согласен на 100%. То есть система рабочая. Но давайте вот просто посчитаем, что вам необходимо для того, чтобы запустить эту систему. Ну, во-первых, продающий сайт. Чтобы вам сделать лендинг-пейдж более-менее адекватный, который будет продавать, это как минимум 10 тысяч рублей. Вот как минимум 10 тысяч рублей. Второе, email-база. Ну, во-первых, оплата сервиса вам обойдется примерно полторы-две тысячи рублей. Ну и плюс необходимо еще собрать этих подписчиков. То есть привлечь трафик, это вложение в рекламу. Для того, чтобы вам нанять специалиста по трафику, который не просто там насмотрелся бесплатных видеороликов на ютубе и далее начинает свои услуги предлагать по рекламе, а человека, который действительно в этой теме разбирается, это еще как минимум 15-20 тысяч рублей. Ну и плюс бюджетная реклама. Это вот как минимум, ну, грубо говоря, 50 тысяч рублей. То есть 50 тысяч рублей вам необходимо вложить для того, чтобы сделать старт в бизнесе. Ну, я сомневаюсь, что у вас сейчас есть лишние 50 тысяч, которые вы можете вложить в свой бизнес, чтобы потом начать с него уже получать какую-то отдачу. Ну и, естественно, вся эта система, она также постоянно будет требовать вложений для поддержания работы. Поэтому в этом видео я с вами хотел бы поделиться вот теми шагами, которые позволят вам вообще без вложений, ну, либо с минимальными вложениями, давайте так, потому что система тоже будет требовать продвижения, ну, 500 рублей, 1000 рублей, как выйти в плюс и дальше уже масштабировать ваш бизнес и подключать по 10-15 человек в неделю в первую линию. Как я вам уже говорил, я вообще с полного, с полного нуля смог в этой системе стартовать и сделать хороший результат. Итак, первое, что вам необходимо для того, чтобы строить бизнес, для того, чтобы у вас подключались кандидаты, это какая-то площадка в интернете. То есть мы с вами говорим именно про построение сетевого бизнеса через интернет. Мы не будем говорить про офлайн-методы через интернет. Первое – это площадка. Площадка. Что является площадкой для построения бизнеса? Это ваши социальные сети. У вас должна быть как минимум одна социальная сеть. Это может быть либо ВКонтакте, либо Фейсбук, либо Инстаграм. Ну, кто-то пытается в Одноклассниках, но в Одноклассниках там, честно говоря, аудитория не очень подходящая. Если вы будете использовать все вот эти площадки, это будет вам только в плюс. Вы получите больший охват. Ну, и также я вам рекомендую YouTube. Почему YouTube? Потому что YouTube – это такая площадка, которая выполняет очень-очень много задач за вас, так скажем. Это, в принципе, автоматизация бизнеса, о которой многие из нас мечтают. Поэтому YouTube, если вы включите, это будет очень большим плюсом, и это вам привлечет еще больше кандидатов в ваш бизнес. Но здесь, как минимум, у вас должна быть одна социальная сеть, как я уже сказал. И, обращаю ваше внимание, здесь должно быть не 555 страниц. Нет, даже если вам ваш спонсор сказал, что создавай 500 страниц и начинай оттуда рассылать сообщения в личку всяким людям. Нет, не нужно этого делать. У вас здесь должна быть одна страница. Одна страница ВКонтакте, одна страница в Facebook, одна страница в Instagram. Я, в принципе, сейчас в своем бизнесе использую только YouTube и ВКонтакте. Мне этого вполне достаточно, потому что я не успеваю развивать еще вот эти социальные сети. Ну, в принципе, ВКонтакте для меня самое удобное. Вы сейчас можете подумать, блин, чувак, ты очень много трафика теряешь из других социальных сетей. Ну, в принципе, я с вами с одной стороны соглашусь, но с другой стороны, лучше из одной социальной сети выжать максимально трафика, 90% трафика выжимать из одной социальной сети, чем везде распыляться и собирать оттуда по 10% трафика. Поэтому, если вы еще на старте, и, может быть, у вас какие-то трудности с другими социальными сетями, вот вам одна нравится, например, Instagram, а ВКонтакте и Facebook, ну, вы вообще вас прям воротит от них, можете взять только, в принципе, Instagram и развиваться в нем. То есть, у вас обязательно должна быть площадка. Одна страница, на которой вы будете строить бизнес. Второе. Второе – это целевая аудитория в бизнесе. Грубо говоря, с кем вообще работать? Большинство наставников говорит так, и мне мой наставник так говорил, что не решай за людей, предлагай бизнес всем. Чем больше людей узнают от вам предложений, тем быстрее ты построишь бизнес. Да, вот это вот старая-старая сказка, старая песня сетевиков. Но на самом деле это не совсем верно. Я вам сейчас объясню, почему важно работать именно с целевой аудиторией и кто вообще эта самая целевая аудитория. Потому что не все это тоже понимают. Целевая аудитория – это определенная каста людей, так скажем, определенная группа людей, которые заинтересованы в вашем бизнесе, может быть. И с которой лично вам удобно работать. То есть, целевой аудиторией могут быть либо сетевики, у которых нет результата, они недовольны своим результатом. Может быть, они новички, может быть, у них просто что-то не получается. Но это сетевики. И так как у них результата нет, но они хотят зарабатывать деньги, они потенциально готовы подключиться к тому человеку, который их до результата доведет. Если они увидят в вас такого человека, то они захотят к вам. Но у меня большинство сетевики подключались. То есть, подключались с других компаний, с других проектов, из других веток в этом же самом проекте. Люди переходили ко мне, включались ко мне в первую линию. Потому что они видели, что я им могу помочь достичь результата. И почему важно работать с целевой аудиторией? Да, или с второй целевой аудиторией, помимо сетевиков, могут быть люди, которые заинтересованы в источнике дополнительного дохода. То есть, они ищут какие-то возможности заработка. Они, может быть, еще не определились, что не точно в сетевом, но они готовы рассматривать ваши предложения. Мы не берем тех людей, которые вообще плевать хотели на сетевой бизнес. Которые считают, что это пирамида, лохотрон. Которые говорят, я вообще не хочу ничем заниматься. Мне моих 15 тысяч рублей в месяц вполне достаточно. Все, отстаньте от меня все. И вот смотрите, мы возьмем 100 человек. Например, 100 человек возьмем из аудитории тех людей, которым вообще не интересен бизнес. Никакой. Или просто сетевой бизнес. Они считают, что это лохотрон. И мы возьмем 100 человек, сетевиков, которые говорят, слушай, расскажи мне про свой бизнес. Ну, либо людей, которые еще не сетевики, но они заинтересованы в дополнительном доходе. Они говорят, слушай, а что за бизнес у тебя? Расскажи. Вот мне реально интересно. Я сейчас ищу какие-то возможности заработка. И я знаю, что ты в этой теме разбираешься. Расскажи. Может быть, мне это подойдет. И смотрите, когда вы рассказываете 100 людям о бизнесе, которые вообще плевать хотели на ваш бизнес, ну, подключите вы одного, может быть, двоих человек как-то на эмоциях, замотивируйте и так далее, которые у вас потом будут сидеть и вообще ничего не делать. И вы будете с ними мучиться. Будете говорить, давай, друг, давай. А он на эмоциях включился, а потом думает, нафига я включился в этот бизнес. Это ж пирамида. Все. И вы рассказали 100 людям из целевой аудитории. И, ну, пусть 50 человек вы подключите. 50 посмотрели и сказали, ну, нет, это не совсем то, чем я хотел бы заниматься. Но 50 человек вполне реально подключить. Вот посчитайте. Вы потратили столько же времени, вы потратили столько же сил, только здесь вы подключили одного-двух неактивных. Здесь вы подключили 50 человек адекватных, из которых 5. 5. Вполне вероятно, окажутся сильными лидерами, которые вам создадут хороший товарооборот и окажут, сыграют такую вот ключевую роль в построении всей вашей структуры. Поэтому обязательно целевая аудитория, обязательно только с правильными людьми, с целевой аудиторией мы должны работать. 3. Третье, что у вас должно быть, это какая-то база, куда вы будете собирать людей. Сейчас кто-то подумал, ты только что говорил, что база подписчиков не нужна, ты сейчас говоришь о том, что у вас должна быть база. Это не email-рассылка, не обязательно email-рассылка. Это может быть просто группа в социальной сети. Но вам необходимо куда-то собирать людей. Вопрос, зачем? Зачем мне собирать людей? Что мне с ними делать? Во-первых, не всем интересно ваше предложение именно на данный момент. И чтобы вот этих людей не терять окончательно, вам необходимо их куда-то собирать. Если у вас есть YouTube, эти люди будут подписываться, оставаться у вас в подписчиках канала. Это тоже база. Почему я рекомендую YouTube? Потому что он очень многие проблемы уже решает за вас. Если это ВКонтакте, вам необходимо, ну либо Facebook, да, то вам необходимо создать свою группу, куда люди будут подписываться. Это вот ваша база подписчиков. В принципе, мы таким образом формируем с вами теплый список в интернете. И второй момент, почему вам вообще обязательно нужна база, потому что вот еще даже год назад можно было просто запулить рекламу в какой-нибудь паблик ВКонтакте и сказать, я провожу бесплатные консультации по сетевому, приходите, я вас научу. И люди шли и приходили. Я получал по 10-15 заявок в день. И все это круто работало. Сейчас из-за того, что очень многие MLM-предприниматели начали так делать, благодаря моим коллегам, тем людям, которые тоже занимаются обучением MLM-предпринимателя, я в данный момент занимаюсь только обучением, благодаря некоторым моим коллегам очень сильно изменился рынок. И сегодня это уже работает очень-очень, ну не скажу, что вообще не работает, но стало работать намного хуже. И недостаточно просто дать рекламу, чтобы к вам человек пришел на консультацию. Необходимо этого человека еще подвести к принятию решения. То есть необходимо его подогреть. И когда вы собираете куда-то в группу, например, либо на YouTube у вас люди подписываются, они начинают смотреть ваши какие-то посты, ваши видео, подогреваются, у них появляется к вам доверие. И в итоге они либо приходят к вам, например, на бесплатные консультации, либо сразу хотят включаться к вам в бизнес. То есть обязательно подогрев должен быть. Без подогрева сегодня делать нечего. Без выстраивания отношений. В курсе, кстати, автозапуска MLM мы очень большое внимание уделяем именно выстраиванию отношений с людьми. Формированию такого горячего списка в интернете, который вам потом будет приносить постоянно доход. То есть это ваши друзья в интернете. Представьте. Те люди, которые вам доверяют. Те люди, которые готовы за вами и в вагоне, и в воду, и за медные трубы, как говорится. То есть вот такой горячий список в интернете вы потом сможете в любую компанию пригласить. То есть продать им любой продукт свой, либо по партнерской программе, неважно. Люди вам доверяют, и они готовы, как я уже сказал, выполнять, покупать все, что угодно у вас. Мы все это делаем на основе чат-бота в социальных сетях. Но сейчас не хочу вам сильно в голову забивать. Просто запомните, что у вас должна быть база, как минимум, если YouTube, вы используете, это уже закрытая тема, в принципе. Если вы используете еще какие-то социальные сети, у вас должна быть какая-то группа там. Четвертое. У вас должен быть какой-то продающий пост, ну, либо продающее видео. Продающий пост, который будет вести на какой-то продающий элемент. Что такое продающий пост, и что такое продающий элемент? Продающий пост это ну, продающий текст, который вы, например, в социальной сети разместили, закрепили его на стене, и здесь именно вот оффер, ваше предложение. Ваше предложение, но не предложение бизнеса. Не предложение бизнеса, а такой вовлекающий, то есть вот цель вот этого продающего поста это вовлечь на продающий элемент, на какую-то продающую страницу. Что здесь может быть? Здесь может быть либо приглашение отсюда на бесплатную консультацию, либо вовлечение в воронку продаж, либо приглашение на вебинар, и так далее. А вот здесь вот этот продающий элемент, он уже непосредственно продает. Если вы делаете это через консультацию в скайпе, то, естественно, продающим элементом будет ваша консультация в скайпе. Это может быть вебинар, это может быть автоматическая воронка продаж. Опять же, возвращаясь к курсу автозапуска MLM, мы там как раз три момента рассматриваем. Такое, как продажи через личные консультации, через вебинары и через автоворонки, когда у вас там вообще все на автомате работает, причем все это в социальных сетях происходит, без каких-то оплат сервисов дополнительных, как я уже говорил, про email-базу и так далее. Пятое. Пятое, что у вас должно постоянно быть, это реклама. Так, вам видно там? Еще видно, да? Реклама. Без рекламы в бизнесе делать нечего. По списку знакомых вы никогда не сможете построить команду. Через спам вы никогда не сможете построить команду. Поверьте мне, поверьте моему опыту. И я сейчас обучаю тех людей, которые уже и по 10 лет в бизнесе, и по 15 лет в бизнесе. Они приходят ко мне на бесплатные консультации, приходят на платное обучение. Я с ними общаюсь, и они говорят, что да, действительно. Вот я 10 лет шел до этого, и наконец-то до меня дошло, и сейчас у меня появляются результаты. Поэтому реклама у вас должна быть постоянно. Вся эта реклама должна ввести на ваш продающий пост куда-то. Либо собирать людей в вашу базу. Реклама у вас должна быть постоянно, как я уже сказал, в той социальной сети, на которой вы развиваетесь. Опять же, возвращаясь к YouTube. YouTube это бесплатный источник трафика. Вы просто снимаете видео, они по оптимизации продвигаются, и это приносит вам новых кандидатов в бизнес. То есть это ваша бесплатная реклама в интернете. Чем YouTube хорош? Если в какой-то из этих социальных сетей, здесь, здесь, вам необходимо подавать платную рекламу. Очень большой ошибкой многих предпринимателей, которые ко мне приходят на консультации, является тем, что они говорят, слушай, я пишу-пишу посты, вот пишу каждый день посты, а кандидатов нет в бизнес. Спрашиваю, а каким продвижением ты занимаешься? Куда ты рекламу подаешь? А я никуда не подаю рекламу. Слушай, ну а чего ты хочешь, если твои посты, которые ты пишешь, например, в ВКонтакте, видит 5-10 человек, которые уже давно приняли для себя решение, что им, например, не интересно, либо они уже в твоей команде. И чего ты еще хочешь? Здесь нет, в принципе, особого органического охвата. Можно через репосты каких-то людей, конечно, привлекать, но это вообще минимально, это мы даже в расчет не берем. Здесь обязательно нужно подавать платную рекламу. Ну и шестое, это контент. Контент. Все те материалы, которые вы публикуете вот здесь, вот здесь, в той базе, куда вы собираете людей. То есть, например, это группа ВКонтакте. Вы здесь постоянно публикуете контент, который направлен на решение проблем вашей целевой аудитории. Регулярный, уникальный контент. Либо вы на YouTube снимаете постоянно видео, и это в итоге, во-первых, продвигает вас, приносит вам постоянный трафик новых кандидатов, во-вторых, подогревает, и в-третьих, там ваше продающее видео все это в итоге продает. Теперь, как это вообще все в целом работает? Вот давайте, как это работает? Я надеюсь, что вы все записали. Надеюсь, что вы все записали, и в дальнейшем все это примените в вашем бизнесе. Сейчас, как это работает, по элементам разберем, для того, чтобы у вас в целом картинка сложилась. Когда вы вот площадку выбрали для себя, отлично, это, в принципе, делается один раз. Вы выбрали для себя площадку. Замечательно. Вы ее упаковали, все настроили, оформили адекватно. Она у вас одна, у вас не миллион страниц. Все, вы сделали хорошую страницу, например, в какой-то социальной сети либо канал на YouTube. Все, площадка у нас готова. Второе. Целевая аудитория. Вы себе задали вопрос. Хорошо. А кому интересен мой бизнес и с кем лично я хотел бы работать? Мой бизнес, например, интересен сетевикам. Так, мне, например, удобнее сетевиками работать. Которые, пусть это будут, например, женщины, да, мне, например, удобнее с женщинами, в возрасте от 22 до 35 лет. Все, вот моя основная аудитория. Все, остальных я не беру. Конечно, будут какие-то подключения, там, мужчины будут писать, будут женщины более молодого или старше писать, более старшего возраста. И, может быть, они будут включаться в команду. Но основной упор я делаю вот на эту аудиторию. Отлично. Все, целевая аудитория тоже. вопрос закрыт. Третье. база создали либо группу, либо канал на YouTube, либо на основе чат-ботов-рассылщиков в социальных сетях создали базу. Это тоже делается один раз. То есть, вот эти вот шаги, раз, два, три, мы их выполняем один раз, в принципе. Все, это наша подготовка, это наша основа, наш фундамент для построения бизнеса. Делается это, за один день все это можно сделать. За один день. Далее, продающий пост. Пишем продающий пост. У меня на YouTube канале есть видео, как написать продающий пост. Вот здесь сейчас появится подсказка, я оставлю подсказку на это видео. Продающий пост, который мне за один день принес 25 тысяч рублей. Обязательно посмотрите это видео, примените все, что я там рассказываю. Пишем продающий пост. В принципе, тоже делается один раз, если вы используете один и тот же продающий элемент, например, на бесплатные консультации постоянно вовлекаете людей. И далее, все, что вам остается постоянно делать, это подавать рекламу и публиковать новый контент. Реклама будет приводить вам новых кандидатов в бизнес, контент будет их подогревать, показывать, что вы человек, который разбирается в этой теме, будет формировать интерес к вашему бизнесу. В итоге, эти люди будут читать ваш продающий пост, будут приходить к вам на продающий элемент, например, на бесплатную консультацию и вы оттуда сможете уже продавать. Я делал именно так. То есть, у меня был YouTube канал и у меня была группа ВКонтакте. Правильно, я их оформил, все сделал. Второе, определить со стелевой аудиторией, что я хочу работать именно с сетевиками действующими из других компаний. Далее, вот как база у меня уже была, то есть, YouTube, и я создал группу ВКонтакте. Продающий пост написал, снял здесь продающее видео и далее начал подавать рекламу ВКонтакте. Тогда я подавал рекламу в группах и YouTube сам приносил мне новых кандидатов и постоянно публиковал контент. То есть, писал новые посты и снимал видео. Все. Больше я вообще ничего не делал. в день мне вот причем обратите внимание заявки, которые на консультацию в принципе приходили мне только из ВКонтакте. С YouTube мне сразу люди писали и говорили я хочу в команду к тебе. Вот. То есть, в среднем один человек с YouTube в день ко мне сразу писал я хочу в команду. Ну и когда с ВКонтакте тоже там примерно 5-6 иногда 10 заявок в день я получал. Оттуда в среднем тоже подключалось ну если 5 консультаций 2 человека можно подключить вполне. Примерно так. С 5-6 консультаций 2 человека включалось. И таким образом в среднем 10-15 новых партнеров в бизнес причем я работал 5 дней в неделю я не 7 дней а 5 дней в неделю работал. Субботу воскресенье я отдыхал. У меня получалось по 10-15 человек в неделю подключать в первую линию. В принципе вот то что я вам сейчас обрисовал все это вы можете уже применить прямо сегодня и это вам 100% даст результат. Если вы не знаете как все это сделать до конца можете ко мне обратиться и записаться на мою бесплатную консультацию. Я вам совершенно бесплатно расскажу как вы можете в вашем бизнесе внедрить такую систему для того чтобы получать постоянно новых я с вас денег за это брать не буду. Это абсолютно бесплатно. Поэтому как записаться на бесплатную консультацию в описании под этим видео я оставлю ссылочку. Ну и в целом все обязательно внедряйте все это в ваш бизнес и я вам даю 100% гарантию что у вас команда начнет расти выбросьте все ваши миллион страниц выбросьте спам выбросьте списки знакомых начните делать это и уже в ближайшее время уже в первый месяц вы сможете выйти на очень хороший уровень дохода. С вами был Дмитрий Тишанский я вам желаю успехов записывайтесь на бесплатную консультацию и увидимся с вами в следующих видео